Мини-бассейн вместо душевой комнаты в нашу редакцию по телефону 59 90 90 обратилась Челнинка с жалобой. Четвертый месяц засор в трубе не позволяет спокойно жить. Ну и мыться, соответственно, тоже. Страдают от этого и жильцы остальных четырех комнат, закрепленных за этим же сам узлом. По словам обитателей общежития 8 дробь 1, заявки в ЖЭК они подавали неоднократно. Но никто палец о палец не ударил, чтобы исправить ситуацию, хотя сантехникам даже предлагали живые деньги. Этой душевой комнатой в общежитии пользуются жильцы сразу пяти комнат на этаже. Но с ноября это стало условным, ведь из-за засоренной трубы вода перестала уходить. И походы в душ превратились в ад, рассказывают жители общежития. Заходишь в душ, ждешь, вода набирается, выключаешь, не стоишь там как дурак в этом, ждешь, когда вода спустится, потом обратно набирается вода. Напор, главное, хороший. Вода набирается в считанные минуты, но вот уходят чуть ли не часами, сетуют жители. Отсюда повышенная влажность. Тут недавно даже пришлось менять двери, прежняя просто сгнила. А еще у воды есть свойство переливаться через порог душевой и отправляться ручейками дальше, по коридору. За засор несет ответственность собственник, поэтому процедура чистки платная. Но Ирина Светкулова объясняет, что и платно никто делать не согласился. По словам Чулнинки, заявки в местный ЖЭК она подавала три раза. Там объяснили, придет сантехник и с ним договоритесь. Но в самом жилсервисе от этого отреклись. Такого быть не может, мы такого не можем никак говорить, что на месте сантехник. Ну я же говорю, у меня есть дело в жизни, но она не доставляла. Такого не может быть. Вы приходите сюда, если платная заявка, оплачиваете, и в этот же день мы приходим и всю работу производим. Конечно же, заявку Ирины Светкуловой в журнале найти не смогли. А диспетчера, который, по ее словам, оформлял заявки, на месте не оказалась. Другая смена. Я приходила, давала заявку, а мне записали в журнал. Два раза писали так. Номер заявки, мне отвечают, какой номер заявки у вас, там ничего. Ну, эмоции. После долгих споров о том, кто прав, кто виноват, к общему решению все-таки пришли. Давайте я запишу нашу заявку. Еще раз? Нет. Я потому что искала, но не нашла. Работники ЖЭКа пообещали, сантехник придет в течение дня и все отремонтирует. Услуга обошлась Ирине Светкуловой в 285 рублей. Но Челнинка посетовала, денег-то не жалко. А вот потраченных на ерундовый, казалось бы, вопрос времени и нервов уже не вернуть. Кристина Маматова, Ландыш Капранов, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережная Челны.